Говорите, какой у вас вопрос? Вы что-то близко, прям один нос такой видать. Вы весь экран, что-то у вас неладное. Ну так, держите, вот так вот, стойте. Хотелось бы от ваших, с ваших уст услышать наставления. Ну я вам скину материал сейчас. Я только что, один священник зашел, Павел Бочков, и говорит, у меня первая встреча со студентами, с чего начать, как с ними говорить. И он там что говорил, мне это перевели в буквенный вариант, и я ему сейчас ответил. Это письмо открыто, я сейчас рассылаю везде, вы многому там научитесь. Благодарю. Да, и кроме того, я вам скинул свои материалы, вы почему не смотрите там? Там материала вам хватит на всю жизнь. Сайт. В сайте я там отвечаю на 4124 вопроса. Студентам в университетах. Я ничего больше дать не могу, там фильмы про нас. Там канал наш показан, да. Я фильмы смотрел, и ютуб много смотрел. Ну вот. Вы разрешили позвонить вам, если что будет. Ну что? Хотелось бы с ваших уст наставление услышать, если можно. Люби Господа. Вас. Люби Господа всем сердцем, всем умом, всем душою. И ближе, как самого себя. Все в этом заключается. Ну, я хотел бы именно на Матфея 7,21. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие, но исполняющий волю. Вот как человеку волю Божью в своей жизни понять, узнать и исполнить ее? Молиться и доверяться Господу, как вот мы, в нашем содружестве быть. Вы с нами на молитве-то не бываете? Нет. У нас молитвы идут, еще же нет. Я же вам выкинул материал. Утром в одно время встаем дальше. Через каждые два часа идет дозвон. И мы все молимся, мы все нужды знаем. И на все вопросы каждый раз, ну, примерно 12 минут идет молитва. 12 минут. Через два часа опять моление. А вот когда идут занятия, то на занятиях час идут занятия, а полчаса мне отдают ответ на вопросы. У вас совсем другая жизнь будет. Вы понимаете, ага, по часам нет, дай-ка я зайду. Ты уже будешь понимать, какое время. Дозвон называется. Сразу звонят, и установить надо себе аппаратуру. Он у вас есть. Вы все увидите. У меня мама занималась пчелами и дед. Мама работала на колхозной пасеке. Мы выросли так, чтобы без меда не сидели. Но алтайский мед очень сильно слабится, даже в Грузии. Слава Христу. Слава Иисусу. Да. У вас там пчеловод знаменитый, Кашковский Владимир Георгиевич. Не знаю я его. В Краснодаре. В Краснодаре. Ничего себе. Не, он родился в Краснодаре. А в Кемеровской области он работал, жил. Вот он у нас хороший. Ему 94 года ему. Он с 30-го года. Ой-ой-ой. Знаменитый очень. И книжка его у меня есть. Ну, не знаю я его. Ну, он, конечно, он на 6 лет старше меня. На 9. На 6. С 30-го. С 30-го года. Ну, значит, он не с 30-го. А. Вы сказали, сколько ему лет? 94. А, 94. Я подумал, 90. Не-не, 94. А. Ну, все, такое дело. Тут я... И второй... А? И второй вопрос хотелось бы задать еще. Давайте. Вот может ли человек, который верит в Христа, бояться сглаза, порчи или такого что-нибудь? Ну, смотря как. Если вы крепко стоите верующие, молитесь, они вас будут бояться, а не вы их. Мне приходилось с этими колдунами и проще. Они не знают ноги, как унести. Цыгане всей группой. И когда я захожу в магазин, они там за столбой прячутся. Так что это зависит от вас. Потому что Бог дает силу на это. Это не мое. Но я с Богом. Материалы, которые я выпускал, и когда меня судили, то в отдельных кабинетах там работали КГБ. И один у меня за мной, который курировал, подполковник, я, говорит, дверь открыл. И там ваш голос. Я скорее дверь закрыл, потому что спрашивать будет за то, что знаешь. В сталинское время могли засудить. А я лично сам составлял материалы за рубежом, в Америке, где везде собирал. И все это выставил. Кто руководит этим миром? Что будет дальше? Что такое масонство? Что такие революции? Сколько антихрист будет царствовать? Кто он такой? Мне Бог это все открыл. Ну вот так. Слава Богу. Я впервые про масонство услышал в Жданова Владимира Георгиевича. Знаю его. Он против пьянки борется. Да, да. Мне случайно ролик его попался в 2010 году. И очень, очень зацепило меня. Я его так полюбил. Лекции его знал практически наизусть. Смотрел его. Он, кстати, родился недалеко от Потеряевки. Я думаю, село Белово, Топчихинский район. Далеко от вас? Да недалеко, но не рядом. Дело в том, что мы с ним беседовали. Я ему книгу подарил свою. Самая ходовая к истинно православию. Ну не знаю, считал ли он там. Там говорится о пьянстве, обо всем. А он там попутно развозил еще лекарства, кедровые там. Ну, я знаю. Вы с ним виделись, да? Неужели? Я ему книгу подарил свою, как автор. У меня 38 томов книг вышло. Вот сейчас готовим 4-томник. Это 7-томник. 7 томов будет. Проповеди во свете Святой Библии. Большой формат. И каждый том 1320 страниц. Вот теперь поймите. Да нигде больше такого нет. И в каждой книге 114 страниц цветных фотографий. Когда мы проехали по стране, по всей Европе, мы отожжили до Тихого океана и до Атлантического. Скандинавия, Прибалтика. И 650 библиотек получили от нас подарок. Нам обошлось. У меня 38 томов книг дарили. Это нам обошлось 35 миллионов рублей. И не имели денег. Не имели. Это так Господь делает. Как с неба, будто бы падали. Люди незнакомые звонят и подходят, и отдают деньги. Мы не для себя стараемся. Я один тогда издавал, еще у этого Содружества не было. И мне это издание первое обошлось примерно в 55 миллионов рублей. Вот сейчас ищем деньги на это издание. Нету денег совсем. А оно будет где-то 10,5 миллионов стоить. Семь томов. Семь томов проповеди во свете Святой Библии. Мои проповеди. Это чтобы распечатать, да? Да, да. Библиотека делает там 500 или 1000 экземпляров. Не библиотека, это типография. Типография. Ну, это вот сколько мы сейчас готовим. И все проповеди надо, они же в видео. А теперь надо в буквенный вариант перевести, в вордовский. А я сижу, никто там не сделает. Потому что те, которые переводили, а теперь корректуру я делаю. И уже я сделал, где-то 290 проповедей прошел. Все запятые надо, все на место поставить. У меня глаза выжег уже. Едва смотрю. 3 часа 17 минут ночи, я уже за компьютером. Вот сегодня до 12 часов не могу начать работать. Ответы, ответы, ответы. Давай, там люди новые приходят, спрашивают. А я отвечаю очень подробно. Я вот вам сейчас скину, как я отвечаю. Помогаю этому священнику. Какие у него были правильные поступки, какие неправильные. И уже все это разослал по интернету. Благодарю. Ну что, Максим, все, расстаемся. Слава Христу. Да, вы только... Да, да. Я вам которые скидываю, внимательно смотрите. Я вам скину, чтобы прямо заходили на мои ресурсы. Там все ответы. Ну, 4124. Я смотрю и читаю. Ну, вы первые очень много скинули. Все там, я запутался. Ничего, прочитайте сейчас, вот это, как он первый раз к студентам выехал, священник. Все, Максим, дорогой, от ухожу. С Богом. С Богом. Пусть Бог благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...